Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветовдомик Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим об удобрении из яиц для комнатных растений. В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент минеральных и органических удобрений. Вот только стоимость их зачастую остается недоступной для среднестатистического покупателя, дачника или цветовода-любителя. Эффективный способ обеспечить подкормку для цветов из яичных белков, воспользоваться домашними отходами. Известно множество рецептов приготовления удобрений на основе сахара, рыбных костей и картофельных остатков. Мало кто из наших соотечественников задумывается, выбрасывая яичные белки из корлупу во время приготовления своих кулинарных шедевров. А вот владельцы домашних растений не понаслышке знают, что пищевые остатки – великолепное удобрение. На просторах интернета представлено множество рецептов, руководствуясь которыми можно реанимировать фактически погибшие кусты. Цветоводы утверждают, что подкормка для комнатных цветов из яичного белка – малая часть огромного народного наследия с ценными советами и рекомендациями. Рецепт передавался веками из уст в уста и если вы заметили, что ваше любимое растение практически утеряно, нет новых ростков, ветви или листья засохли, пришло время воспользоваться последним спасательным средством. Возрождающая рецептура – подкормка для цветов из яичного белка. Чудодейственный рецепт по своей сути прост и доступен каждому. Достаточно взять 6 яичных белков, залить их 1 литром теплой воды. Состав оставляют на несколько минут до настаивания. Специалисты советуют поместить емкость в прохладное и затененное место, но от варианта с холодильником лучше отказаться. В таком состоянии консистенция находится не менее 7 дней. Спустя неделю в емкость добавляют 10 литров воды. Раствор можно использовать для полива растений. Обратите внимание, подкормка для цветов из яичных белков характеризуется очень неприятным запахом, поэтому помещение необходимо регулярно проветривать, особенно после подпитки растений. Нивелировать тухлый аромат можно, снизив концентрацию и пропорции ингредиентов, поскольку далеко не всем садоводам требуется именно 10 литров удобрения. Итогового количества подкормки достаточно для подпитки микроэлементами любого растения, которое выращивается на балконах и подоконниках наших соотечественников. Подкормка для комнатных цветов из яичного белка позволяет вдохнуть в них вторую жизнь. После внесения отмечается активный рост, растение развивается, а в некоторых случаях даже цветет. По заверениям экспериментаторов можно рассчитывать на самые смелые ожидания. Противопоказания при подкормке цветов яичным белком. Указанный способ лучше всего использовать для подпитки калатеи, алаказии и маранте. Впрочем, существуют цветы, которым такая подкормка может не понравиться. Если вы обладатель зеленых подопечных, необходимо быть предельно осторожным, отслеживать реакции. При выявлении негативных реакций лучше воспользоваться другими вариантами подкормки. Но чем обусловлена эффективность рецептуры? Гранулированные удобрения и жидкие консистенции характеризуются различным эффектом. Подкормка для комнатных цветов из яичного белка может спровоцировать как более увеличенные плоды, так и ускоренный рост. Почва от этого лучше не становится. Яичные белки благоприятно влияют на эффективность плодоношения. Есть ли секрет в использовании яичного настоя? К сожалению, эту информацию никто не афиширует. Никаких научных работ в данном направлении не проводилось. Вот и приходится дачникам и садоводам полагаться на опыт предков, выстраивая собственные догадки. Некоторые утверждают, что основной секрет заключается в применении яичного белка. В консистенции содержится много углеводов, белков и воды, а также глюкоза, витамины и ферменты. Глюкозу специалисты считают жизненно необходимым веществом для активного роста домашних цветов. Подкормка для комнатных цветов из яичного белка – это универсальный строительный материал, благодаря которому формируются сложные молекулы – нуклеиновые кислоты, белки, крахмалы, липиды, а также целлюлоза. В глюкозе содержится огромный запас энергии, благодаря которому растение питается, дышит, растет и размножается. Польза яичной скорлупы. Если Вы приняли окончательное решение изготовить удобрение для цветов из яичных белков, рекомендуем обратить самое пристальное внимание на целостность скорлупы. Ее не следует выбрасывать, поскольку она может стать основой подкормки. Таким составом нередко пользуются огородники, садоводы и дачники в процессе выращивания культур. Неплохо зарекомендовало себя это средство и в случае комнатных растений. В основе любой скорлупы и яйца – живая основа, при синтезе которой активизируется огромное количество питательных веществ и микроэлементов. Особого внимания заслуживает фосфор, магний, калий, а также карбонат кальция. Зеленые питомцы активно впитывают белок природного происхождения. Яичную скорлупу часто используют для того, чтобы нивелировать повышенную кислотность грунта, поскольку она благоприятно сказывается на уровне плодородности грунта. Указанный эффект достигается за счет присутствия в основе магния и кальция. Заменить скорлупу можно мелом или известью. Впрочем, первая выгодна отличается наличием в своем составе других полезных элементов. Разбитую и ненужную скорлупу следует тщательно вымыть, а после отделить от яичных остатков. Если этого не сделать, существует риск того, что органические остатки просто протухнут, выделяя тухлые зловония. От накопленных удобрений придется отказаться и выбросить их. После промывки их необходимо просушить. Затем удобрения тщательно измельчают. Можно воспользоваться обычной ступкой или мясорубкой. На дно емкости выкладывается измельченная скорлупа, куда затем будут помещаться семена под рассаду или же они высыпаются в почву небольшими равномерными порциями. За счет этого увеличивается плодородность грунта. На основе белого удобрения легко подготовить жидкую консистенцию. Вот только очень важно придерживаться меры. Если превысить дозировку рецептуры, растение пострадает. Ну вот собственно и все у нас на сегодня. Но поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!